Гопала Здравствуйте! Небольшое переживание, на которое я также хотел бы дать ответ. Ещё этой ночью я видела дельфина, который вышел из воды на хвосте ростом около двух метров. Я так подразумеваю, это было либо море, либо океан двух метров. Он шёл рядом со мной по ржавым рельсам и вдруг превратился в высокую женщину. Я подумала, что это ангел. Она мне говорит, будь осторожна, тебя хотят обмануть. Дальше мы заходим в какое-то здание, она говорит, подожди здесь, а сама заходит в закрытую дверь, кого-то искать. Я её не дожидаюсь и иду искать. И нахожу женщину с тремя младенцами, я спрашиваю. Сюда заходила женщина, она отвечает, заходила Елена Григорьевна. Это администратор с того места, где работает эта женщина. Кстати, как написано здесь, не очень хороший человек. Я понимаю, что меня обманули. Эта женщина говорит с сочувствием, ты так сияешь, тебя тоже потрепали. Я понимаю, что она видит меня насквозь, мою ауру, сон заканчивается. Наверное, это полный бред. Нет, на самом деле в этом сновидении есть один очень интересный элемент, на который я обращу ваше внимание. Итак, с чего стоит начать? Во-первых, сам по себе принцип того, что вышел дельфин из моря или из океана, и который с вами шёл впоследствии, и потом он превратился в красивую, совершенную женщину. И эта женщина, когда посмотрела на эту женщину, она подумала, что это настолько чистое существо, но прям как будто бы ангел. На самом деле, скорее всего, среди вашего окружения есть очень чистая душа, и это душа, воплотившаяся в теле человека. И душа этого человека, скорее всего, это женщина, может быть, ваша подруга, может быть, ваша какая-то родственница, но душа этой женщины, она пришла с высших миров. Как я уже говорил, символ океана, символ моря, и то, что она вышла из воды, это указывает на то, что эта душа пришла из параллельного измерения, из астрального мира. То есть астральный мир — символ энергии, символ воды. То есть это существо пришло с высших миров. И то, что вы увидели её как ангела, является тому подтверждением. То есть вы сами можете понять, что это является в некоторой степени указанием. Далее. Но когда они подходят к какому-то зданию, вот здесь начинается уже что-то непонятное. Здесь начинают проявляться уже нечистые кармические энергии нашего материального мира. Далее происходит то, что я для себя называю так называемые «мусорные сны». То есть когда нам снится всё и в то же самое время ни о чём. То есть слишком много элементов, в которых нет определённой последовательности. Обратите внимание, при чём здесь Елена Григорьевна? Эти знания у администратора — это знания уже из поверхностного сознания. То есть уровень энергии прямо в сновидении начал понижаться. И начало происходить смешение. Смешение энергий тонкого мира и энергий нашего повседневного мира. И наш повседневный мир начал немножко топить. Поэтому сон начал рушиться. Утратилась последовательность в этом сновидении. Я не удивился бы, если бы сон вообще снизошёл бы на нет. То есть там суета какая-то началась бы ни о чём. Это является в некоторой степени вот таким вот указанием. То же самое и женщина с тремя младенцами. Как по поиску этой женщины, и вы не можете найти её. То есть проявляются какие-то трудности, препятствия. Всё это вполне возможно связано с вашей же работой или с вашей деятельностью в социальном мире. И интересная фраза. Эта женщина говорит с сочувствием. Ты так сияешь, тебя тоже потрепали. Скорее всего, у этой женщины, та, которая видела это сновидение, у неё также есть какие-то очень необычные задатки. И именно на эти необычные задатки, на состояние качества Души, сияние — это светоносное сияние, которое очень часто можно видеть от человеческих душ. Такое сияние есть не от всех, сразу вам скажу. Такое сияние есть только у тех людей, которые приходят относительно нашего мира из духовных миров. Понимаете? То есть если человек рождается постоянно в мире людей, то это обычное существо, от которого никогда не будет исходить какие-то сияния света, каких-то мистических фигур, не будет проявляться что-то наподобие икон, янтр, мандал, мантр, висящих в воздухе и так далее. То есть всего этого не будет от обычного человеческого существа. Но если Душа приходит из высших миров, когда вы будете смотреть на неё духовным зрением, вы будете видеть очень красивое сияние. И это сияние будет указывать на то, что эта Душа несёт в себе определённое качество чистоты. И по состоянию этого света, по состоянию, по цвету этого света, по интенсивности этого света можно судить о том мире, откуда пришло это существо. Это тоже интересный момент. Ни одно нечистое существо не сияет светом. Ну, по крайней мере, в моей практике такого не было. Я не видел, чтобы хотя бы одно демоническое существо сияло светом. Да, они могут внешне быть похожими на ангелов, но от этих ангелов никогда не исходит свет. Это просто форма. Улавливаете, о чём я хочу донести? И в то же самое время, если это ангельское существо, то там такое ослепительное сияние, что из-за самого сияния и форма человеческая не будет видна. И ты, когда смотришь на ангельское существо, ты знаешь, кто это за ангел. Ты знаешь, что это твой ангел-хоронитель, допустим, или это святая какая-то. В то же самое время, если являются демонические существа, то вы не будете знать, кто это. Да, я видел ангела, а кто за ангел? Никто не знает. Или видел какого-то там небесное существо, а что за существо, тоже неизвестно. Это всё указывает на то, что это далеко не ангел, далеко не небесное существо. Это вот что касается того, что можно видеть сияние в тонком теле человека. Да, скорее всего, эта женщина видела сияние вашего астрального тела. То, что вас потрепали, скорее всего, были препятствия, очень жёсткие препятствия, посланные управителями этого мира для того, чтобы вы, может быть, каким-то образом утратили часть своей энергии, часть своей судьбы, часть своего духовного совершенства, обрели препятствия в своей жизни, обрели трудности, либо начали каким-то образом совершать поступки, которые просто бы не позволяли вам развиваться. То есть многие духи в этом заинтересованы, и они так или иначе создают именно вот такие ситуации, в которых мы, ну, подобно белке в колесе, из года в год вот так вот бегаем, 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 а выхода и нету. То есть духи, они целенаправленно создают вот такие вот судьбы, такие ситуации, чтобы человек просто не развивался. Им выгодно, чтобы вы ничего не делали. Вы занимались бесчисленное количество лет на одной работе, и при этом забыли навсегда про храмы, про существование каких-то высших духовных миров, духовных сфер и так далее, чтобы вы думали только про семью, про работу постоянную, чтобы вы думали о том, чтобы нужно всех прокормить, всех одеть, обуть и так далее. Но в то же самое время мы забываем о духовной составляющей нашей жизни. И в этом суть деятельности духов. И то, что вам дали вот это вот, то, что вы услышали эту фразу в вашем направлении, вам дали понять, что как бы тебя тоже потрепали, то есть тебе при рождении на этой земле уже досталось. И как бы, ну сейчас уже вопрос стоит в том, чтобы уже просто каким-то образом не скатиться ещё глубже, во-первых, задержать регрессию и начать прогрессировать. Прогрессировать, подниматься, развиваться, восстанавливать свой уровень. Поэтому сновидения, как бы да, по всей видимости вы много работаете, очень сильно устаете, и вот снятся вот такие вот немножко мусорные сновидения. Но в то же самое время в этом сновидении есть весьма интересные и крайне полезные подсказки. В дополнение хочу рассказать своё переживание, которое также связано с элементом воды или же с океаном. В одной из медитаций я увидел большое пространство воды. Это был океан, океан чистой воды. Но я обратил внимание, что вода не сияла. Обычно, когда я вижу океан, океан сияет светом. Но этот океан, он не сиял светом. В то же самое время я понимал, что океан, да, это символ энергии, символ воды. И я удивился, что в данном случае он не сияет. И я понял, что что-то происходит не так. Так вот, там, где я видел океан, стояло из воды вздымались три острова. И они стояли в форме треугольника. И как бы я смотрел, я наблюдаю всё это со стороны, видел все эти вот три острова. И в центре этого треугольника, который состоял из этих островов, трёх островов, я увидел, что вода была крайне грязная. И она была не только грязной, я видел даже некую субстанцию, которой всегда сопровождаются нечистые существа, то есть какие-то нечистые духи, нечистые демоны и так далее. То есть в центре этого треугольника находилась демоническая сущность. Эта демоническая сущность находилась в воде. И вот там, где он находился, вода пребывала в восквернённом состоянии. То есть энергия была грязной, грязной, нечистой, неполезной. И в то же самое время это демоническое существо всячески удерживалось, чтобы вот здесь находиться. И в то же самое время оно здесь находилось совершенно неправедно и неправильно. Оно здесь в принципе не должно находиться. То есть оно обманом, ложью удерживало какое-то определённое количество энергии. То есть существует масса духов, которые паразитируют за счёт человеческой энергии. Почему я всегда говорю, читайте охранные молитвы перед сном, читайте обережные молитвы перед выходом из дому на работу, потому что пусть эта молитва будет всего лишь две минутки перед иконками. Ну вот вы утром встали, получили благословение чудотворных икон, своих защитников, и всё, вы на целый день уже обеспечены защитой, покровительством. Если же всего этого нет, мы очень часто, мы или наши дети, могут подвергаться влиянию таких вот не совсем чистых существ. И когда я смотрел в пространство между этими тремя островами, в пространство, я видел, что глубоко в воде находится вот этот вот какой-то злой демон. И в то же самое время на вершинах этих островов были большие поселения. Я видел большие города, но в то же самое время люди, которые жили в этих больших городах, они жили настолько плотно и настолько тесно, и из-за того, что этот демон находился в этой воде, они жили очень скудной, очень плохой судьбой. То есть у них были какие-то плоские крыши и шиферы, у них были дырявые какие-то стены, они, эти здания и эти города были заполнены коричневой, грязно-коричневой энергией. Жизнь, которую я чувствовал в этих трёх городах, на вершинах этих трёх гор, она была совершенно невозможной. Невозможной людям просто не то, чтобы было тяжело жить, они едва-едва существовали. И всматриваясь в это, я понимал, что вот так вот одно единственное демоническое существо, которое просто живёт в воде у подножья этих гор, оно уже отравляет всё вокруг, вокруг себя. И люди, которые так или иначе прикасались к этому океану, жили на этих горах, они всячески осквернялись этой нечистой демонической сущностью. И я не знал, что делать, я просто стоял и смотрел, я думал, а как, вот что можно сделать вот сейчас, вот в данный момент. Люди страдают, энергетика плохая, всё в настолько печальном состоянии. И в какой-то момент я увидел прямо над собой движение, как будто что-то плыло надо мной. И подняв взгляд вверх, я увидел очень-очень красивую женщину. Она была в таких вот чистых одеждах, и от её тела и от её одежд исходил необыкновенный свет. И она как бы летела в направлении этих трёх островов. Всматриваясь в эту женщину, я в какой-то момент понял, что я её уже где-то видел. Но вот где я видел, я не мог понять. И я наблюдал за тем, как эта божественная женщина, она плывёт в направлении этих трёх островов, всё ближе приближаясь к ним и всё далее отдаляясь от меня. То есть я видел её со спины. И она летела, она как бы летела, расставив в стороны руки в жесте благословения. И когда расстояние до этих островов осталось, может быть, метров, может быть, по километру, допустим, то эта женщина разделилась на три такие же женщины. То есть из её тела ещё вышло две такие же совершенные женщины. И каждая из этих женщин, то есть теперь их уже три женщины, три острова, и каждая из этих женщин плавно поплыла в направлении одного из этих островов. И эта женщина пролетела расстояние и зависла над центром этого города. И когда она зависла, я в какой-то момент понял, где я видел эту женщину. Существует икона, она явилась очень необычным образом. Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, я очень давно читал эту историю. Так вот, в одном из храмов, может быть, в Санкт-Петербурге, не помню точно, но может быть, сгорел храм полностью, сгорел полностью. То есть всё было выжжено внутри храма. Ничего не осталось. Крыша сгорела, все внутренние какие-то постройки сгорели, все иконы выгорели. Так вот, в одном месте, внутри этого храма, невзирая на большое количество, на высокую температуру, невзирая на то, что там просто, даже если не сгорело, то всё бы обуглилось, на одном из участков этого храма осталось изображение Престой Богородицы. И это изображение, невзирая на ту температуру, которая была во время горения в своём храме, оно вообще не пострадало. Оно просто было покрыто лёгким налётом копоти. Но пожар её не коснулся вообще. То есть икона изображения была совершенно целым, и чистым, и неповреждённым. Эта икона, она именуется, известно в традиции православной церкви, как «нерушимая стена». Так вот, когда эта женщина разделилась на три женщины, и каждая из этих женщин прилетела и зависла над каждым из этих трёх городов, я увидел, что эта женщина является проявлением именно вот этой иконы Престой Богородицы, которая в народе известна как «нерушимая стена». И когда эта икона зависла над городом, от неё начал исходить такой свет, что этот свет начал изгонять вот эту коричневую энергию, эти нечистые демонические влияния этого демона из этих трёх городов. И в результате на вершинах этих гор за счёт благословения этой чудотворной иконы города начали сиять таким красивейшим голубым светом, что я со стороны смотрел и понимал, что складывалось ощущение, что эти города просто сладко и нежно пылают вот этим вот голубым сиянием, голубым огнём, что ли. Но это огонь был духовный скорее, огонь чистоты и святости. И люди, которые жили в этих городах, они пропитывались этим светом, они очищались этим светом, очищались их судьбы, очищались их семьи, очищались их работы, очищались их взгляды, настроения и так далее. И я понял, что Престая Богородица покровительствует именно вот этим вот трём вершинам, трём этим вот островам. Видение весьма необычное, я, конечно же, его понимаю. Я понимаю, что есть люди, которые так или иначе связаны с этим видением. Я понимаю, что будет какое-то благословение, которое проявится определённым образом. Я знаю, что это за демоническая сущность, я знаю, что это за влияние, которое оказывается на вот эту вот воду, и почему вода не излучает сияние, почему она стала грязной, она стала ядовитой и так далее. Я всё это знаю, но я не стану это рассказывать по определённым этическим причинам. Но так или иначе, бывают и вот такие вот переживания. До новых встреч!